Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В Госдуме могут рассмотреть идею взимать страховые взносы с неработающих, но имеющих доходы россиян. По идее взноса могли бы платить граждане, сдающие в аренду квартиры. Этот вид деятельности подпадает под определение предпринимательства без образования юридического лица. Сейчас правительстве активно обсуждают эту идею. Проблема сбора страховых взносов давно тревожит чиновников. В частности, Минтруд подготовил законопроект, ужесточающий санкции за неуплату взносов для предпринимателей. Если документ будет одобрен за предоставление неполных или недостоверных отчетов по страховым взносам, штраф может составить 5% от суммы всех страховых взносов, подлежавших уплате за последние три месяца, но не менее 1 тысяч рублей и не более 30% от суммы взносов за один отчетный месяц. Каждый второй россиянин является заемщиком банка, а каждый четвертый заемщик должен более миллиона рублей. По статистике, каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146 тысяч рублей. Каждый второй имеет один или несколько кредитов. Четвертая часть заемщиков должны банку менее 100 тысяч рублей. Треть заемщиков от 100 до 500 тысяч рублей. Каждый восьмой от 500 до миллиона рублей. Каждый четвертый должник банка должен более миллиона рублей. Половина россиян вообще не имеет долгов перед банками. Кстати, это самая умная половина. Пограничная служба ФСБ России упростила выезд детей за рубеж. Нововведение позволит ребенку выезжать только по разрешению одного из родителей. Если несовершеннолетний отправляется за границу без родителей или опекунов, а также если он выезжает с чужим взрослым, например, с тренером, то у него, кроме паспорта, должно быть нотариально оформленное согласие одного из них. В случае, когда поездки совершаются в одну и ту же страну, документ может быть выписан один раз. Однако ФСБ подчеркивают, что необходимо подробно прописывать страны, которые ребенок может посещать. Обобщенно Евросоюз или СНГ не подойдут. Срок действия нотариального согласия определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на события, которое должно неизбежно наступить, например, совершеннолетие, окончание срока действия паспорта или визы и так далее. А на сегодня это все. Хороших выходных!